Друзья, а как обычно, перед началом видео минутка полезной информации. Дело в том, что под прошлым видео очень много писали, когда приора, ответь пожалуйста. Отвечаю, приора сейчас находится в малярке, и из-за того, что возникла небольшая очередь, то есть приехала машина, сказали срочно нужно покрасить ее, и вот до 19 числа ее красили, по идее вот сейчас за выходные ее собирают, и вот уже с начала следующей недели, по идее, должны заняться моей. То есть получается еще примерно 2 недели, и приора выйдет с покраски. Я этого сам очень жду, и понимаю, что вы так же заждались. Но это не от меня зависит, поэтому нам остается только ждать, верить и надеяться. Второе. У меня есть друг, который живет в России, точнее в Москве. Он иногда помогает мне с доставкой ништяков всяких из России, так же самое я стопы задние заказывал через него, которые придут на приору. Так в общем, он создал свой канал про путешествия. На самом деле, он очень уже давно ездит по разным странам, снимает много видео, и до этого он никуда их не выкладывал. Сейчас же он решил создать канал, и будет выкладывать много крутых видео про путешествия, в которых он побывал. Я видел уже большинство этих исходников, и скажу, что там есть на что посмотреть. Очень много экстрима, очень много полезной информации для тех, кто собирается в разные страны ездить. Таиланд, Индию, Египет. Это не реклама, это чисто рекомендации. Если кому-то зайдет такой формат, вы откроете что-то новое для себя. Как я уже сказал, ссылочка в описании. Ну а мы начинаем. Привет, друзья. И сегодня речь пойдет у нас про освещение, про замену полностью всего освещения на машине. То есть мы будем ставить диодные лампы, так как у меня стоят сейчас заводские H4, и свет у них, я скажу вам, так себе. Поэтому я решил полностью заменить все лампочки на светодиодные. Точно так же в подсветке номера, точно так же в освещении салона. И у нас полностью здесь лежит комплект, который нам сегодня нужно будет установить и заменить. Так же еще я докупил белые поворотники сразу же в сборе под фары кержач. У меня именно кержачевские фары. Это первое. Второе. Я купил новое стекло вот такое. Потому что в этом стекле, как можно видеть, у нас сквозное отверстие. И мы его заменим на новое. Сейчас у всех внимательных зрителей, которые смотрят все мои серии, возможно возникнет вопрос. А почему ты сейчас ставишь диодные лампы, если до этого ты всегда ставил линзы и говорил, что светодиодные лампы, LED-лампы, они слепят? Друзья, я хочу напомнить, что говорил я именно о китайских LED-лампах, которые C6, в общем самые дешевые, которые по 200 гривен за две лампочки. По 250 на рынке стоят на OLX. Здесь же совсем другая история. Я вот купил два комплекта вот таких светодиодных ламп. Здесь у меня получается H3 Pro 2, это в туманке. И точно такая же фирма, производитель H4 RCO1. Сейчас я вам постараюсь показать наглядно на примере, что китайские и эти лампочки в разы отличаются. И почему нельзя категорически ставить китайские, C6, либо же аналогичные другого производителя. Их там куча есть, C9, C7, в общем упаковки разные, лампочки одни и те же. И вот эти вот хорошие, качественные и дорогие. Значит открываем коробку. Покупал я это все на сайте Drossel.ua. Кстати гарантия на эти лампы у нас идет один год. Вот мы имеем аж четвертую лампу. Мы сейчас сразу же наблюдаем, что у нас есть шторка и по две светодиодных полоски с каждой стороны. Сейчас я приложу фото на экране, либо же отрезок из видео. Вы сами посмотрите, как выглядят китайские лампы. Ничего подобного там нет. А сейчас для сравнения я беру обычную аж четвертую лампу. И мы сравниваем их нити накаливания, как они расположены и как расположены эти диоды. Получается у нас есть нити накаливания. Вот здесь одна. И за маской вот вторая находится. Получается это ближний, это дальний. Здесь у нас точно так же есть вот такая маска. Если держать вот так лампу, как она и должна будет устанавливаться. У нас идет вот здесь маска. И прячется под ней также сама спираль. Аналог спирали, так сказать. Имитация ее. И точно так же, как и здесь, у нас снизу открытый дальний свет. То есть у нас получается полная имитация аж четвертой лампы. По размерам, по креплениям и по нитям накаливания. А нити накаливания сделаны так неспроста. Потому что когда светит одна лампа, работает определенная часть отражателя в фаре. Когда эта нить тухнет и загорается вторая, получается начинает работать вторая часть отражателя в самой фаре. Да, кстати, еще забыл сказать, что будем менять белые поворотники. Мне не больше нравится, чем желтая. Желтая это не по-пацански. Желтая на четверке это как для дедушек. Тем более, если будут убираться поворотники, будут SE ставить. И скорее всего на днях я вам покажу фоточки задних стопорей. То есть не обычных, не те, которые продаются в широком доступе. А именно люди делают на заказ, вот типа похоже X-Style, либо еще какой-то. В общем, я скину в Instagram все варианты, а вы уже проголосуете. Либо оставляем сток, либо делаем что-то из того, что будет предложено мною. Есть много достойных вариантов, но как бы будем смотреть, что вам понравится больше, то и будем ставить. Значит, сейчас ставим беленькие прозрачные вот такие вот повороты. Лампочки у нас будут оранжевые. Мигать это все будет оранжевым. Но с виду машина немножко преобразится. Ну, белые намного лучше, как по мне. Я не знаю, что вы так все написали, что оставляй рыжие. Но рыжие это реально дедовская машина с рыжими поворотниками. Тем более мы собираемся ее ронять. Мы собираемся тюнинговать движок. И собираемся ее полностью в круг закатать. И вот эти вот оранжевые пятна на всем общем фоне будут очень сильно выделяться. Я этого не хочу, поэтому сегодня мы их меняем. Друзья, я не знаю, какой умный человек это придумал. Но чтобы закрепить вот эту ресничку, нужно открывать снизу под бампером защиту и маленьким болтиком пытаться там все это дело попасть. Я просто поражаюсь таких инженеров. А если вот эту ресничку не снять, то не снять и фару. Получается дурная работа. В девятке было все намного проще. Продолжение следует... Перед тем, как установить и подключить лампу, нам нужно снять вот эту пластмасску, которая служит как цоколь. Вставляем ее в нужные места, в пазики вот сюда. И зажимаем вот этими вот пластинами, как оно и было с завода. Когда сам цоколь зажат, можно вставлять дальше уже лампочку непосредственно. Все, лампочка стоит. Остается только подключить и установить на место. Естественно, как светить будут ПТФки, мы проверим ночью. А сейчас продолжаем менять фары и на другой стороне. Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас приехал к воротам, вот так все настроил. На улице, конечно, не полная темнота, но я думаю, что сравнить мы сейчас сможем. Значит, с правой стороны у нас полностью идут галогеновые лампы. То есть, получается, это диодная подсветка, габариты остальное. Аж четвертая галогенка и туманка галогенка. Здесь у нас получается аж четвертая LED лампа. И здесь туманка аж третья LED лампа. Сейчас будем закрывать одну сторону и смотреть, какой свет у нас остается. Закрыли мы полностью галогенку. Белый свет освещает нормально. Открыли галогенку. Закрыли эту лампу. Ну, конечно, да, темнее немножко, хотя вот границы, в принципе, одинаковые. LED лампа немножко лучше освещает и пошире она будет. Это первая. Так, по освещенности как бы не слепит ни это, ни это. То есть, нормально все, потому что лампа LED правильная. Как нить накаливания в H3, так же самое расположены диоды и в этой лампе. Значит, сейчас проверяем аж четвертые лампы. Отключаем туманки. Включаем обычный свет. В китайских ламп не будет такой галочки, потому что там все неправильно расположено. Здесь же полный аналог галогена и получается, что такой же самый пучок света, такая же самая галочка, как и у галогена. Только свет намного лучше. Смотрим, там пятно больше дальнего, здесь пятно меньше. Когда мы щелкаем так же самое ближний и дальний на китайских лампочках LED-овских, C6 там или еще каких-то, они так не светят. Они начинают рассеивать как-то непонятно. Ну то есть, что ближний, что дальний, то вообще полная шляпа. Здесь же у нас полноценный ближний и полноценный дальний. Все как и должно быть в нормальных машинах. И при этом я сейчас стою перед машиной вот так. И видим, что не слепит. Абсолютно одинаково, что это, что это. Цвет белый мне больше нравится и то, что дальний лучше светит, это по-любому 100%. Ну как бы очевидно. Ближний примерно одинаково. Кстати, сейчас я еще не закрывал. Давайте я закрою. Вот пучок без галогена. Вот пучок света с галогеном без LED-а. То есть как бы глазу приятнее, конечно же, белый цвет с LED-ом. Потому что желтый, ну мне всегда не нравился желтый. Поэтому я всегда стремился изменить оптику в машинах. Ставил линзы. А сейчас решил попробовать такой бюджетный вариант. И знаете, действительно, что никакого геморроя с установкой здесь нет. Очень хорошо, быстро все устанавливается. И свет значительно лучше. Ну как бы не такой, как на Xenon'е с линзами. Но, тем не менее, за ту цену, которую они стоят, вполне адекватный. И плюс того, что это не китайское говно, а настоящая проверенная фирма. И еще есть год гарантии. Если она перегодит, ее сразу же заменят. Поэтому сейчас ждем, пока все полностью потемнеет. И сравним на дороге. Менять тоже тут ничего сложного нет. Сейчас откручиваем два болта. Убираем старую лампу. Отгибая усики. Снимаем с лампочки вот этот вот держатель. Не знаю, видно сейчас или нет. Пытаюсь показывать. Вставляем его обратно сюда. Зажали. Теперь вставляем LED-овскую лампочку. Все, у нас все установлено. Теперь прячем все это обратно на место. Установил уже две лампы. Ближний и туманки. Это туманки без ближнего. Это ближний. Это без туманок. И дальний. Вот дальний. Вот так вот 100% не слепит. Сейчас покажу. Все отлично. А если бы стояли китайские лампы, уже все давно было в глазах. И все уже давно бы слепило встречных водителей. Еще из главных плюсов это то, что лампочки съедают по 20 ватт каждая. А если галогенки стоят, то они по 55 это минимум. Плюс еще и туманки точно так же. То есть какая экономия электроэнергии. И получается уменьшается нагрузка на аккумулятор. Значит что могу сказать. Доработкой я полностью доволен. Кстати вот новый свет в салоне автомобиля. Теперь наверное намного лучше меня видно. Намного ярче. И еще хочу что добавить. Естественно ссылки на эти лампы я оставлю в описании. Будет промокод со скидкой на них. Если честно они намного лучше чем китайские лед лампы. Именно за счет того, что диоды выставлены правильно. И плюс еще качество самих диодов намного лучше. И поэтому они стоят немного дороже. Но зато у нас есть один код гарантии. Правильный качественный свет. Который не слепит встречных водителей. И все это за относительно небольшие деньги. Про простоту установки я уже вообще молчу. Так что в принципе доработкой я доволен. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok